Таранага Вражда между Таранагой и Исидо, сердце шоу, гражданская война кажется назревающей и вот-вот начнется. Это произошло в реальности. После смерти Тайко, Тойотами Хидеоси были сразу битвы. Включает осаду Сюроиси, Хасидо, битву при Гифу, осады Фусими и Уэды, ведущие к решающей битве при Саки Гахаре. Об этом позже. Едва Тайко стал слаб и умер, он передал власть совету пяти регентов, чтобы править до совершеннолетия его сына. Но все регенты пытались показать себя выше других, а потому между ними присутствовала борьба за власть, а Иесу Токугава открыто показывал свои амбиции. После смерти Тайко, Иесу привел армию к Фусими и захватил замок Осака. Более того, Иесу заключал союзы с разными банио, в том числе с противниками Хидеоси, бывшего Тайко. Это привело к курению у оставшихся регентов, которые провалились в гнев, раздражение и хрустрацию. Ответом стало создание прямой оппозиции ему. Ее возглавил Исидо Митсунари, на которого основан образ Сюгуна Исидо. Как мы видели в сериале, у Ишида был повод и жгучее желание устранить Таринагу. Это случилось и в реальной жизни. Исидо Митсунари хотел убить Иесу, но его планы раскрыл генералам Иесу. Он был вынужден бежать, и во время бегства получил защиту от Иесу. Говорят, что Токугава защищил его, считая слабым противником. Он думал, что лучше, если это станется в живых и будет главой вражеских сил. Так это выявило его уверенность в себе как личности и стратега. Двух ключевых чертах человека. Исидо, вернувшийся и возглавивший западную армию, захватил замок Фусими. А западная армия Иесу, замок Гифу, предстоял последний бой, битва при Секи Гахаре. Вот где проявились знания, подход и воинские навыки Иесу. У него было 75 тысяч против 130 тысяч у Исиды. Победа Иесу была нылька на поле боя. Он общался с даймой западной армии, обещая, если они перейдут. Поражение Исиды означало, что Иесу стал правителем Японии. Сын прежнего тайко был отстранен. Относительно Исиды, много его западной армии были взяты в плен и в итоге убиты после поражения. Исидо пытался убежать, но его поймали люди в деревне и в итоге казнили в Киото. После того, как его убили, его голову выставили на подставке, чтобы все в округе могли ее увидеть. Так что Токугава Иесу был безусловно победителем, и император дал ему титул Сёгуна в 1603 году. Его отношения с Джоном Блэкторном, иначе Уильямом Адамсом. Как мы видели в шоу, Таранага полюбил Джона Блэкторна после трех серий и дал ему звание Хатамота. Это то, что произошло на самом деле. Уильяма Адамса допросили и расспросили Иесу в течение месяца, а не за один раз, как показывали в шоу. А Иесу узнал все о земле, откуда он родом, об отраслях, которые он знал, а также о кораблях и кораблестроении. Он увидел выгоду в том, чтобы оставить Адамса в живых, а не убить его по требованию иезуитов и католиков. Время, доверие, приданность и погружение Адамса в японскую культуру привели к тому, что ему была присуждена власть самурая. Утверждалось, что Уильям Адамс умер и возродился. Иесу разрешил людям, которых вначале держали в плену после кораблекрушения в Японии, стать свободными. Однако Иесу никогда не допускал свободы для Адамса, что означало, что Адамс должен начать новую жизнь, запрещено возвращаться домой к жене и детям в Англии. Это привело к тому, что он женился на Японке, и у них родились еще двое детей. Это отражает, насколько Токугава ценил Адамса. Можно сказать о личности Токугава Иесу. Относительно характеристик Токугавы Иесу, он был могущественным воином, сражавшимся примерно в ста битвах. Его качества в конечном итоге сделали его правителем и лидером. Хотя он был лидером, он по сути играл в игру, чтобы извлечь выгоду. Со временем он менял свою лояльность. Но когда оказывался на вершине, его лояльность приобретала значение. Тем не менее, он был плохо воспринят народом и был непопулярен. Но по-видимому, уважение возникало из-за страха, который он вызывал. Говорят, что у Иесу не было надежд завоевать земли вне Японии. Его мысли были сосредоточены на том, что происходило там, где он был. В речи от многих, включая Сидойоси, он желал быть правителем Японии, объединяя ее и положив конец войнам. Торунага в сериале оказался неверующим в формы христианства. Он пассивно агрессен, общаясь с Марика о ее боге. Его непрязник католикам есть в сериале, что, возможно, и позволило ему и Джону Блекторну создать взаимопонимание. То же самое было и в реальности. Говорят, у Иесу пришел к христианству во время своего правления. Однако, спустя несколько лет мы видим события 16-го года. Но в 1613 году все больше и больше христиан преследовали. И в конце концов он запретил католицизм годом позже, в 1614 году. За всю жизнь у Иесу было две жены. Но с 20 наложницами у него было 16 детей, а также множество других, которых подозревали быт его. Кажется, сериал верен историческим событиям, происходил всем на самом деле. Я не видел сериал 80-х и не читал книгу, но я собираюсь посмотреть сериал 80-х. Я просто сравниваю этот сериал с исследованием, которое я провел по реальным историческим событиям. Сериал действительно охватывает то, какой был Токугава Иесу. Но сейчас он выглядит немного сдержаннее, чем изображает история. Но мы только в начале того, что является важной частью истории Японии. Я представлю, что это изменится, особенно теперь, когда Торунага вернулся в Эдо. Итак, вот она. Настоящая история Торунаги в Сюгуне разъяснена. Дай мне знать, если хотите видеть это и с другими персонажами шоу. Я делал Джона Блэкторна, так что мог бы сделать Уэшаба или Моряко. Дай мне знать, кого ты хотел бы видеть. Если хочешь еще видео о Сюгуне, нажми на карточку в верхнем углу. Я охватил первые три эпизода и буду охватывать остальной сезон. Вернись за большой. Как по-твоему этот сериал сравнится с сериалом 80-х? Пойтись мыслями в комментариях. Спасибо за смотрит видео. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok